Так, господа, начинаем ежедневный обзор доллар-рубля на сегодня. Ну что, господа, давайте подведем итоги. Значит, смотрите, начнем с того, что какие вышли все-таки у нас сегодня данные. ВВП США выросла, занятость не в сельскохозяйственном секторе в итоге показалось снижение. Новые вакансии показали, что тоже снижается, то есть рынок труда постепенно стал остывать. Продажи жилья чуть улучшились. То есть запасы нефти, господа, были просто феноменальны. 12,5 миллиона баррелей в минусе. То есть это очень сильное, как говорится, восстановление спроса. И это, безусловно, поддержало цены на нефть. Ну и выступление Пауэлла, господа, оно, естественно, тоже было в фокусе всего этого основного ожидания. И там у нас ситуация вышла следующим образом. То есть Пауэлл сказал о том, что ставка будет постепенно замедляться уже в декабре. То есть как раз он подтвердил тот факт, что возможно будет 0,50 базисных пунктов. И, соответственно, также продолжил ту линию, что в общем целом ставка будет расти. К чему это, господа, привело? Вот тут у нас много разговоров по поводу того, что влияет это, не влияет. Вот давайте посмотрим. Вот обратите внимание, облигации у нас двухлетние сразу с 4,5 улетели на 4,2. Десятилетние с 3 практически 8 улетели на 3,6. Индекс доллара, господа, он со 107 в итоге, про который он говорил, что он вполне его может восстановить, упал даже ниже 106. 105,993. Но, обратите внимание, доллар-рубль, он глубоко не ушел. Помните, я вам говорил, что, скорее всего, за 61 мы будем закрепляться. Вот, собственно говоря, этот процесс и происходит. То есть при том условии, что доллар ослаб и по факту должен быть наоборот рубль укрепился. Нет, этого не происходит. Мы остаемся на диапазоне 61. Вот, обратите внимание, мы четко удерживаем середину коридора. Вот это ровно то, о чем я вам говорил, что ситуация по уходу за 61, она начинает развиваться. И вот это 60,50, это только вот в тех моментах, когда там могут быть какие-то, например, экспортные выручки, продажи, еще что-то. Но, в целом, мы все равно идем в сторону 61,50, 62. Если бы ситуация с 0,75 байсных пунктов бы сейчас произошла, то мы с большой бы вероятностью ушли на 61,50, 62. То есть вот тут бы мы уже укрепились достаточно сильно. Но надо учитывать, что теперь, господа, у нас в фокусе, внимание, индекс цен потребителей, он выходит завтра. Также пособие по безработице. И потом будет, кстати, тоже выступление ФРС, а мы, как видим, они сейчас как раз являются основными. Значит, смотрите, что получается. Пауэлл, в принципе, теперь задал основной вектор. Он сказал о том, что снижение они ждут, но общий подъем ставки будет продолжаться. И вы, как понимаете прекрасно, что ставка будет 13-14 декабря, заседание по ставке будет. То есть есть определенный лаг по времени, в который может Пауэлл поменять свое мнение и вообще все ФРС тоже. И вот от этого как раз будет зависеть именно индекс цен потребителей. То есть если индекс цен потребителей выйдет и он покажет, например, рост, то вот этот весь оптимизм, который появился. Вот, кстати, давайте еще посмотрим американский рынок, чтобы вопросов не было по поводу того, есть реакция, нет реакции. Вот смотрите на реакцию. 3.960, 4.086. Вот это чистое движение связано на том, что сказал Пауэлл. Даже данные, которые вышли, они, естественно, не так играли значение, насколько именно там был еще один ФРС Кук, так называемая, тоже выступила. Ну и, собственно говоря, Пауэлл. Вот она, пожалуйста, чистой воды реакция. А по доллару рублю мы бы реакцию видели гораздо сильнее, господа, если бы у нас сейчас рынок находился в состоянии нормального. Когда не было бы там, собственно говоря, вот этих всех ограничительных мер там, и мы, в принципе, были бы, находились в нормальном рынке, у нас был бы и нормальный спрос на импорт и так далее. Но, опять же, все равно, видите, да, что ослабление по рублю произошло, но, опять же, уже не ниже 61. То есть, по идее, мы должны были уйти ниже 61, там 60-50, может быть, даже 60, этого не происходит. И на ставке, господа, ситуация может тоже продолжиться потом на дальнейшее укрепление. И еще раз говорю, завтра индекс цен потребителей может опять эту картину поменять. Так что имейте в виду, по большому счету, если они завтра выйдут все-таки с ростом, то есть вероятность, что доллар резко может укрепиться. И тогда можем как раз увидеть вот эти наши, которые мы прогнозируем, 61-50-62, то есть верхняя граница этого коридора. 61-50 вообще легко можем взять, 62 пока под вопросом. Но, в целом, это может произойти. Дальше смотрим, смотрите, господа, цены на нефть. Естественно, после таких запасов нефть начинает восстанавливаться. И помните, я вам говорил буквально там на предыдущих роликах, что нефть, скорее всего, восстановит уровень 87. Смотрите, куда мы идем. Ровно на 87 мы и пытаемся вернуться. Но надо учитывать, что ситуация, естественно, с опеком, она еще не решена. С эмбарго еще не решена. То есть реакцию еще никто пока не видит. Не знает еще, как будет работать этот механизм. С потолком на нефть тоже пока нет. Поэтому, естественно, нефть пока будет находиться в состоянии все равно ожидания. Выше 87 она вряд ли пойдет на укрепление. Да, скорее всего, это говорит о том, что в целом она может опять вернуться в диапазон 92-94. Но, господа, помните, я вам говорил, что Америка сейчас разворачивает большую, просто, можно сказать, войну против цены на нефть. А что они делают? Они сейчас, во-первых, дали разрешение компании Chevron на добычу в Ливии. То есть они увеличивают добычу. И, соответственно, поставки на непосредственно свой рынок. Более того, смотрите, у них все-таки они перед выборами достаточно сильно сократили свои запасы стратегические для того, чтобы победить республиканцев и снизить инфляцию, снизить цены на бензин. И сейчас ситуация приходит к тому, что эти запасы истощились. И, естественно, заполнять им надо как можно дешевле. Для этого надо опять сбить цены на нефть. Я не знаю, зачем им Китай, конечно, подыграл в этом плане. Стратегически это большая, конечно, проблема, то, что они с ковидом развернули эту тему. На самом деле можно было бы как-то, скажем, здесь тоже сманипулировать, как это делают американцы всегда. И на самом деле, наоборот, подогреть цены на нефть, не дать американцам заполнять, собственно говоря, цены по высоким. Но другое дело, что понятно, что тому же Китаю и так далее тоже выгодно иметь дешевые цены на энергоносители. И Европе выгодно где-то иметь дешевые цены на энергоносители. Не выгодно только тем, кто, собственно говоря, эту нефть продает. А это ОПЕК и Россия. Поэтому в этом плане, но с точки зрения, я имею в виду, геополитики, можно было бы сделать такой финт ушами. И, собственно говоря, вообще приложить все усилия для того, чтобы цена просто ушла за 100. И создать в Америке такую инфляцию, чтобы у них просто, как говорится, были большие проблемы с тем, чтобы дальше печатать бабки, также заполнять свои хранилища. Ну, то есть экономически это могло действительно выступить в виде оружия. Это надо четко понимать. И американцы, между прочим, этим пользуются. Они-то все время как раз на нефть давят там всевозможными способами и манипулируют ее как могут. Кстати, надо тоже не забывать о том моменте, что в Ираке они сейчас к 23-му этому году обещали тоже резко нарастить добычу. Поэтому, в принципе, они будут сейчас цены на нефть снижать. Цены на нефть будут снижать. Соответственно, что будет с рублем? Правильно, господа. Рубль будет слабее. И именно об этом я вам все время говорю, что все абсолютно, по большому счету, признаки, все факторы говорят о том, что доллар-рубль, естественно, будет укрепляться. Доллар, а рубль будет слабее. И это процесс, в принципе, неизбежный. И как бы там, кто бы там чего не писал, в комментариях нет реакции, все это все равно и всякую там абсолютную чушь, то, собственно говоря, еще раз говорю, смотрите за событиями, за цепочками событий, за непосредственно причинно-следственной связью и вы все увидите, как только захотите это увидеть. Так что, в принципе, господа, на этом, наверное, можно и закончить. Еще раз повторяю, завтрашний день вот эту ситуацию с укреплением рубля может также нарушить. Если индекс цен потребителей все-таки выйдет высокий, то доллар может резко укрепиться в районе 61,5-62. И также, если даже индекс цен потребителей выйдет снижением, и опять на американском рынке будет позитив, ну и вообще на всех рынках сразу будет тоже позитив, то все равно укрепление сильно рубля, то есть там ниже 60-50, я все равно не жду. В лучшем случае останемся на 61. Ну и также, господа, нельзя забывать, что все-таки еще раз говорю, потолок по нефти, договоренности ОПЕК, эмбарго, все это, естественно, в рубле. И, естественно, это никуда пока не проявилось. То есть понятно, что рубль ждет, собственно говоря, а что будет, и какие будут механизмы воздействия, и какие будут механизмы противодействия. Поэтому, естественно, в этой ситуации доллар-рубль фактически и находится в этом таком узком диапазоне ожидания. Но в целом даже такие моменты, когда, например, доллар ослабевает, и рубль, по идее, должен укрепиться, как мы видим, этого не происходит. Потому что геополитика сейчас очень сильно влияет, особенно именно все, что связано с ценами на нефть. Ну вот, господа, на этом, наверное, и все. Еще раз напоминаю, кто интересуется не только долларом-рублем, а непосредственно вообще, в принципе, финансовыми рынками, подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, Trader Analytics. Участвуйте в прямых эфирах в нашем YouTube. Еще раз, кстати, могу вам показать Китай. Тут, кстати, обратите внимание, как я и говорил, на 8.6 пошло укрепление по юаню. По юаню пошло на 8.6. Вот. В итоге мы пробиваем 8.6 даже, чуть выше уходим. Но до 8.7, если дойдем, то это, наверное, будет максимум. Я не думаю, что все-таки мы пойдем выше на 8.8. А вот 8.7 вполне, и то, скорее всего, может быть, даже 8.7 не пробьем, а откатимся в район 8.6, и вот здесь попытаемся закрепиться. В Китае там тоже сейчас статистика вышла неоднозначная. Сейчас вот, скорее всего, вот эта реакция на том, что в Китае стали постепенно снижать меры против COVID-0. И вот именно из-за этого сейчас такая реакция в юане. Но, опять же, она будет, скорее всего, еще раз говорю, довольно опосредованная. Ну и понятно, что сегодня еще и доллар подупал, да. Поэтому, естественно, юань сейчас растет. И на 8.7 вполне может попытаться выйти. Но, скорее всего, просто будет закрепление за 8.6. Я, в принципе, сразу вам сказал, что ниже 8.4 мы, скорее всего, падать не будем. То есть вот на эти значения 8.1, 8.15 мы туда не придем. Ну и прямо такого бурного роста я тоже здесь не жду. То есть 8.7, я думаю, это будет пока предел. Но там дальше посмотрим. Так что, господа, напоминаю вам еще раз, что, естественно, в пятницу подведем итоги. Неделя была очень интересная. Довольно сильные, в принципе, были события, которые могли повлиять на курс доллара рубля. Ну и, соответственно, в воскресенье я буду записывать новый обзор следующей недели. Так что следите, подписывайтесь и будьте в курсе.